Вот она, стела Владимирской области. Здесь у нас пограничная зона получается, потому что Нижегородская область начинается на той стороне речки Клязьма. Да, на улице уже 8 градусов тепла, на часах 13.09, а до базы нам осталось 57 километров. Патруль работает, но мы ничего не нарушаем, мы просто едем домой. Поднимаемся мы на мост, речка Клязьма у нас внизу. Да, немножко ее тут, она покрылась льдом, который, который, естественно, вскрыла весь. До съезда с этого моста, конечно, небольшие трамплины есть. Или, наверное, правильно назвать скачки. А тут вот уже начинает в правой полосе-то расти окоп. Вода делает свое дело, выбивает ямы, разбивает асфальт. И вот она, что уже родное Мячиково. Нижегородская страна. Светофор зеленый. Очень хорошо. Родина нас встречает с зеленым светофором. Кафе «Изумрудный город». Камера на столбе в конце, на выходе из Мячикова, который в хвост стреляет. И вуаля! Прямая дорога домой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вот и въехали мы в Пыру, где у нас находится заправка Ирбис. Так, и судя по указателю, у нас чуть меньше полбака. Это значит чуть меньше 400 литров, значит 400 литров должно влезть смело. Ну, так сейчас и закажем. Пусть она там перемешается у нас сейчас, если нам пообещали на ТОД нефти минус 44, зимнюю солярку залили, тогда у нас тут вообще термоядерная, сейчас будет солярка, никакой мороз нам не страшен будет. Так, ну как обычно здесь очереди нет. Все замечательно, проезжаем на следующую колоночку, чтобы тут за нами могли встать. Так, все колонки работают, работают очень хорошо. Друзья, никуда не уходите, я быстренько сейчас заправимся и поедем дальше. Впереди у нас все самое интересное. У нас сегодня сервис, на котором нам должны будут поменять прокладки и кольца под выпускным коллектором. И мы это с вами постараемся понаблюдать. Друзья, вот и я. Полный бак, ровно 400 литров. И даже, и даже не осталось места, чтобы еще, как обычно, остается, можно добавить. Нет, здесь залил все под пробочку. Четко прям все. Ну, уже начинаешь привыкать к тому, что по показателям топлива в баке уже примерно рассчитываешь. А сегодня прям получилось. Лучше не придумаешь все в елочку. Потому что, скорее всего, придется ехать, наверное, через Киров. А если через Киров, то у нас заправка следующая только в самом городе Екатеринбург. На Татнефти. Так, вот идет он по правому ряду. А здесь вот, ну, никак не уместишь. Здесь для велосипедов, для легковых еще куда ни шло. Но не для грузовых с прицепом выходить. Разгонную полосу тоже сделали. Как будто для смеха. На два колеса встать и разогнаться. Так что завтра будем, друзья, планировать, где пойдем. Но сегодня у нас основная задача. Это устранить неисправность. Так, на часах у нас 14.01 уже. Два часа дня. А до места нам осталось 18 километров. Да. 18 километров. Ну, максимум полчаса делов. Сразу заезжаем на МАН-центр. И будем надеяться, что все-таки очереди никакой нет на въезде, там на мойку. Да и на сам сервис. Надеюсь, очереди нет. И посмотрим, сколько же по времени у нас займет разборка-сборка. Замена. Как говорят, надо будет прокладку менять и кольца. Ну, сказали, что вроде как два часа делов. Ну, посмотрим, посмотрим. По крайней мере, они работают до восьми вечера. Я думаю, что за пять часов должны справиться. Ну, что, друзья, прошли мы весовую и подходим мы к нашему повороту на Балахну из-за Волжи. Написано, что три тысячи километров. Ну, в принципе, да, так указатель нам тоже кажется. Два километра восемьсот метров. Здесь уже давным-давно убрали светофор. Заградили перекресток. И теперь, чтобы повернуть на Балахну со стороны Москвы, надо проехать три километра в сторону Нижнего. Там сделали полосу для разворота. Ну, это, я считаю, не расстояние. Три километра проехать. Три туда, три обратно. Ну, что такое шесть километров? Я имею в виду, когда обратно еще возвращаться на Нижний, то получится двенадцать. Вот здесь по старинке люди, видите, занижают скорость. Хотя можно, в принципе, ехать и восемьдесят девять километров, как по трассе. Потому что Гнелицкий двориги у нас уже на синем фоне. Вот мы и пробежали эти три километра незаметных осталось. Здесь каких-то восемьсот метров. Берем левый ряд. Да, и вот она, зона разворота. Да, и хорошо на этих зонах сделаны полосы торможения и полосы разгона. Единственное, в чем минус, это то, что вот здесь полоса разгона будет плавно. Точнее, она по прямой идет, но ты должен уступить дорогу. Здесь надо смотреть в зеркало. Так вот, Камазик на мусорке перешел. И сразу уходим мы в правый ряд. Чтобы никому не мешать. Все. И мы уже в общем потоке. Гнелицкие дворики закончились. И вот уже наш до боли знакомый поворот. До сервиса остается каких-то пятьсот семьдесят метров. Ну и здесь вот хорошо все-таки на повороте немножко подлатали ямы. Но уже вот водой разбивают свежие. Ну что, пока картинка успокаивающая. Я вижу, что у МАН-центра вообще ни одной машины, если не считать, что там за МАН-центром. Полуприцеп на мойку стоит. Но если у меня сервис, если у меня ремонт, то все, кто приехал просто помыться, они встают за мной. Да, я вижу, что два МАНа, три точнее стоит самосвал. Одна голова и с прицепом стоит МАН. Сейчас узнаем, если они просто помыться. Но я не думаю, скорее всего, тоже на обслуживание. Тогда придется подождать. На часах у нас 14-18. За бортом 8 градусов тепла. И мы приехали, друзья. Но вы далеко не уходите. У нас впереди все самое интересное, друзья. А вот и я. Сходил я, выписал пропуск. Узнал насчет времени заезда. Насчет времени ремонта. Пока расклад такой, что сейчас, во-первых, три машины стоят на мойку, которые идут на обслуживание. То есть тоже на ремонт, на сервис. И мне волей-неволей придется встать за ним. Но это ладно, за ними. Это ладно. То, что меня ждали в 5, а я приехал в полтретьего, это, в принципе, ничего не меняет. То есть все равно мной займутся только в 5 часов. Потому что мотористы освободятся именно к этому времени. Я же говорю, я тут не один. Тем более конец месяца. У всех планы. У нас свои. У них свои. И потом, после моечки сюда вот приедем, отцепим прицеп. И будем ждать сигналы на заезд. Сегодня сказали, что возьмут в работу. То есть разобрать-то разберут. А вот собрать времени уже не хватит. Так мы встанем, чтобы нам и моечку было видно в ворота. И ребята, которые стоят впереди, все они будут заезжать после мойки на рем-зону. Ну что, друзья, остается только подождать. Да, вот оно, наше приволжье родное. За сетчатым забором. Все вроде рядышком. Сейчас пока стоим в очереди, сходим, отнесем документы. Отработанные сдадим. И будем обедать. Потому что сейчас, как минимум, заехал самосвал мыться. Это минут 40. Потом заедет голова. Это минут 30. И еще тягач. 30-40. И плюс еще 40. В общем, до пяти-то часов как раз и подойдет моя очередь. Ну что, подождем. Отдохнем. А заодно и поедем. Ну вот. Ман передо мной на мыле. Выезжаем мы теперь, как и заезжаем. Заезжаем передом. Выезжаем задом. Просто там поломались немножко ворота. Блин, ну а это даже меня не то беспокоит, что ворота поломались. А то, что на улице-то что начинается. Только что было сухо, солнышко. И пошел ливень. Я понимаю, что он до завтра закончится. Дорога может и подсохнет. Но мне сейчас расцепляться после мойки под таким дождем. ну ладненько. Там уже посмотрим. Меня опять замуровали демоны. караул. Вторая банька у моего трудяги. За один рейс. Все, пошла моечка бесконтактная. Как в душевой прям под лейкой. Красота. Ну вот и все, друзья. Намыли моего трудягу. Он уже баньку принимает чаще, чем его хозяин. Я еще не успел второй раз в душ сходить после того, как съездил в Питер. А он уже вторую баньку принимает. Да еще с парилочкой. Так, конечно, там сзади, я надеюсь, регулировщики стоят, смотрят. Это, конечно, не очень удобно выезжать и заезжать задом. Но ничего. Скажем мы порядочком. Так, ну теперь поедем отцепляться. Дождик вроде прекратился. Да. Намочил асфальт и перестал. И это радует то, что сейчас хоть отцепляться надо будет не под дождем. Сейчас делаем круг подсчета. Раз тут движение только по часовой стрелке. Возьму сейчас сразу подкладки под лапы. А вот здесь, чтобы далеко не ездить, сейчас стану, добегу, заберу и поедем отцепляться. Уман намылся, еще не отцепился. А его, может, и не будут все делать-то. Да, друзья, на часах уже пол седьмого вечера. На улице творится бог знает что. Просто какой-то кошмар. Меня сейчас уже тут задует просто. Натуральный снег идет. Да. Намыл машину, а теперь сугроб будет сверху. Ну вот, друзья, наконец-то дошла очередь до меня. Снег прекратился. И сказали мне подъезжая к восьмым воротам. На часах 18.57. Без трех минут семь вечера. А после прохождения снега, я смотрю, еще и авария здесь на дороге. Только что случилось, смотрю, стоят на аварийке. Ой, беда. Вот этот снежочек выпал, засыпал весь асфальт. Да, и машинка пишет, осторожный гололед. На улице полтора градуса тепла. Сейчас все это опять превратится в воду и получится снежок и вода. тоже хороший каток. Так, восьмые ворота. да, похоже, машину будут разбирать только завтра с утра. Сейчас мы ее загоним, чтобы она хотя бы с нее теперь снег растаял. и она завтра хотя бы была сухая, а то ребятам тоже опрокидывать кабину, когда с нее будет все таять и течь снег, тоже не дело. Ждем, когда откроют ворота. ну вот, ждать пришлось недолго. Заедем сейчас в теплый бокс. До завтра она у нас высохнет и будем уже заниматься сухой машиной. все приехали